Всем привет, уважаемые зрители и подписчики, с вами Крестоносец и сегодня мы продолжаем прохождение игры Cryon Physics Deluxe. Мы находимся на пятом острове и сейчас будем доставлять наш шар, наше яблоко к очередной звезде уже с использованием высоких технологий в прямом смысле этого слова. Чтобы активировать ракету, необходимо сбросить на неё ящик. Вот таким вот образом мы получаем нашу первую звезду на этом острове. Ну это было довольно легко, как обычно, первое задание тренировочное, а дальше начинаются уже импровизационные проблемы. Как видите, нам необходимо, во-первых, избавиться от этой Тарантайки, от этого Крайслера. Я не знаю, что это за автомобиль, у которого ракета наверху приделана. Непонятно, зачем здесь ракета одна на облаке. А, кстати, есть неплохая идейка. Мы можем вообще от этой машины избавиться разными способами, по всей видимости. Смотрите, можно её просто сейчас сбросить в ящик, и она, скорее всего, улетит. А можно связать их между двумя ракетами. А даже так. У нас будет связка из двух ракет. Давайте поэкспериментируем. Ой, ой, ой. Вот и второй тоже улетает. Ну, ладно, это было довольно коряво, но можно было сделать, в принципе, с использованием одной ракеты. То есть запустить её, и машина, скорее всего, прилетела. Давайте попытаемся наш... Шар доставить к звезде, но не всё так просто. От машины-то мы избавились. А вот, что делать с самим шаром. В принципе, можно его заключить в импровизированный бокс. Сделать тут гвоздь, вбить. И один гвоздь вбить в ракету. Соединить их. И после чего произвести запуск. Надеюсь, так получится. В принципе, получилось. По-другому не знаю. Вряд ли бы что-то срослось, потому что не хватало, скажем так, скорости движения ракеты, чтобы втолкнуть шар в гору. Продолжаем. Написано, кстати, на ракете НАСА. Заметьте. Ганцы везде вставляют рекламу даже в играх. Латентную, скрытую. Ну что ж, здесь всё довольно тоже просто. Я уже вижу сейчас решение этой задачки, этого квеста. Также вбиваем гвоздь в ракету, вбиваем гвоздь в ящик. И сейчас полетим к звёздам. Вперёд. Поехали. Да, ну к звёздам-то мы, в принципе, полетели. Да вот только... Перестарались, перелетели и саму звезду. А если мы сделаем вот так, теперь им деваться уже некуда будет. Задумка была правильная, а вот реализация подкачала. Вот улетела и наша конструкция, и ракета со звездой, и шар. Всё слилось воедино. Довольно большой, кстати, остров. Ещё много нам предстоит квестов пройти, прежде чем мы его одолеем. Шар находится в свободном падении. Ну, в принципе, здесь довольно всё просто. Для меня, по крайней мере. Я уже вижу очевидное решение. Возможно, низковато нарисовал саму линию, но посмотрим, проверим сейчас, ускорим. Придадим ускорение нашей ракете. Нормально. Просто она могла вообще перелететь через яблоко, через шар и взмыть в глубины космоса ещё до того момента, как шар доберётся до звезды. Ну, интересное задание, согласитесь, довольно стандартное. Что у нас здесь? Динозавр. И нам необходимо на его голову доставить наше яблоко. Давайте попытаемся это провернуть. Не знаю, хватит ли здесь ускорения. Забросить или придётся делать опять ящик. Хватило. Отлично. Замечательно. Даю вам 10 секунд на то, чтобы самим придумать решение. Данного задания, данного квеста. Давайте перед каждым новым заданием я буду давать время, чтобы вы сами подумали, а потом уже я его решу. Как я думаю, по крайней мере. Подумали. Но я начинаю. Чтобы не занимать время. Здесь всё, в принципе, тоже довольно очевидно. Но на первый взгляд, по крайней мере, не знаю, как здесь. Это реализуемо. Попробуем. Видите? То есть я сделал подобие американской горки, и ракета просто втолкнула. Шар к звезде. Осталось у нас 3 квеста. Так. Здесь уже всё гораздо сложнее. Смотрите, у нас несколько ступеней. Если мы попытаемся с самого начала протолкнуть... Сейчас попробуем так же сделать. Я не думаю, что получится, потому что разработчики вряд ли дали бы возможность однотипными манипуляциями провести два разных задания. Да-да-да. Не всё так легко. И не получится так же, скорее всего, втолкнуть... Наше яблоко вот таким вот способом, потому что сейчас просто ракета упрётся в ящик. Вот в эту вот субстанцию, которая окружает наше яблоко, и никуда не полетит. Ну попробуем. Что-то она даже не завелась. Да, видите, что происходит? Происходит апокалипсис. Crying Physics Deluxe. Ну не хочет, в общем, она вталкивать его таким вот образом. Соответственно, здесь не зря стоит старая ракета. Есть идея, каким образом можно осуществить этот квест. Нет, сейчас будем реализовывать. Так, ну начинаем. Вы уже поняли, что я хочу сделать? Если нет, сейчас поймёте. Зафиксировал я здесь, у второй ракеты, как видите, наше яблоко. И сейчас попытаемся... ...бросить. В принципе, оно и так стоит. Здесь главное всё рассчитать. Промахнёшься, и всё потеряно. Шеф, всё потеряно. Мы погибли. Давайте попробуем. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот долбанная ракета не дала мне пропустить. Ведь я забросил до звезды шар, но... ...ракета там уперлась. Ладно, сейчас корректируем нашу стратегию. Попытка номер два. Надеюсь, сейчас всё получится. Да. На сей раз нам удалось завладеть звездой. Два квеста остаётся. Я думаю, что они будут непростыми. Какая-то довольная губка-боб висит здесь. Губка-бобо-подобный объект. В принципе, здесь довольно, вроде, очевидное решение, на первый взгляд. Возможно, есть какой-то подвох со стороны разработчиков. Возможно. Отлично. Так даже, может быть, и лучше будет. Сейчас мы подцепим сразу на ракету. Наш шар. Удачно, что он так пролетел. Попробуем, что из этого выйдет. А выйдет получение звезды с первой попутки. Отлично. Ну и последний квест. Переплываем на шестой остров. Итак, нам нужно доставить наш шар, наше яблоко, наверх в башне. Где живёт, наверное, прекрасная принцесса со звездой волков. Шар у нас будет прекрасным принцем. Надо подумать, как это сделать. В принципе, вроде всё очевидно, опять же, на первый взгляд. Но не знаю, без подвоха ли. Без подвоха. Ну, вы поняли, что я хочу сделать. Сейчас мы сделаем бокс для нашего шара. Всё это прицепим к ракете. И полетели. Ой, 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 ой. Ну, в принципе, можно ещё... Ой, не-не-не-не-не. Уже не получится. Уже не получится. Так, к сожалению, всё улетело не туда, куда нужно. Хотя шанс был. Шанс был. Здесь проблема в том, как её активировать. Что-то нужно сбросить на неё. И в то же время это что-то не должно мешать. Что-то рядом положить. Нет, не получится. Обязательно объект должен падать на ракету сверху. Да, вот в этом и подвох. В этом и весь подвох. Ну, ладно, можно здесь маленько отклонить, в принципе. Таким вот образом прорисовать. И уронить объекта рядом с ней. Чтобы он не блокировал взлёт. Иначе она меняет траекторию движения просто-напросто и падает. Давайте-ка вообще вобьём гвоздь ей у двигателей. И попробуем уронить что-то сбоку. Вот. Так вот всё удалось. И мы завладели прекрасной принцессой. Или звездой. Звезда в шоке, как говорил, по-моему, Сергей Зверев. Звезда в шоке. И мы перемещаемся на шестой остров. Она в шоке, что её добыли наверху этой башни. Непонятный разбойник, пират. О, смотрите-ка. Всех, ребята, кстати, с наступающим Новым Годом, и девчата. Вот у нас тут уже ёлочка установлена. Непонятный разбойник, пират. Рядом с ней стоит и в лесу по всей видимости грабит зазевавшихся путников. Смотрим, что здесь за первый квест. Интересно, тут уже с системой противовесов. Но будем разбираться в следующий раз. То есть каждый эпизод по одному острову, в каждой серии по одному острову я прохожу. Если эпизод вам понравился, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Если ещё не подписаны, оставляйте под видео свои конструктивные комментарии. Как вам прохождение, как вам игра. И что вы считаете по поводу таких вот инди-проектов. Ну а на сегодня всё. С вами был Крестоносец. Всем удачи. И до новых встреч уже в новом 2015 году. Пока.